Якутский Репробанк поможет семьям завести ребенка. Учреждение принимает донорские материалы женщин и мужчин до 33 лет, которые помогут при проведении ЭКО. К тому же донорам полагается материальная компенсация. Юлия Великодная продолжит. Семьи, которые по каким-либо причинам не могут завести ребенка, приходят сюда для экстракорпорального оплодотворения. Но для того, чтобы это получилось, необходимы доноры, которых родители тщательно выбирают среди данных анкет. В Якутии, как и в целом по России, около 15% супружеских пар не могут завести детей. Эффективность процедуры экстракорпорального оплодотворения во всем мире равна 30%. Для многих женщин это единственная возможность познать радость материнства. Есть определенная формула, по которой донорский материал может использоваться до тех пор, пока не родится 20 детей на 800 тысяч населения. Так как у нас население Якутии неоднородное, мы решили принять формулу, по которой от одного донора может родиться 10 детей на 400 тысяч населения. Однородного населения. Донором может стать физический и психически здоровый человек в возрасте от 18 до 33 лет. Для начала он приносит сан-минимум, это ФЛГ, РВ и циклист. А уже после проходит углубленное обследование. Что касается вознаграждения, то для мужчин он составляет 3 тысячи рублей, а для женщин 30 тысяч. К тому же будущие родители могут привезти своего родственника. Значит, спермы у нас хранятся в таких вот дидюарах, в жидком азоте. Жидкий азот – это температура минус 195 градусов. Вот сегодня мы как раз получили первую партию биоматериала из Москвы, потому что не только у нас будут наши доноры, мы будем доказывать сперму еще в центральных городах. В анкете донора помимо показателей здоровья указываются все подробности внешности. Нос, разрез глаз, кудрявые или прямые волосы. При желании донор оставляет свою детскую фотографию, а также может указать, на кого из публичных личностей он похож. Мы надеемся, что доноры будут преследовать не только материальную цель получения денег, но и цель, чтобы бесплодные семьи могли родить ребенка, обрести счастье. Для сдачи биоматериала в центре созданы все условия. Необходимо предварительно позвонить по телефону 39 54 70. Анонимность как для будущих родителей, так и для донора гарантируется. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.